Приветствую вас. Я думаю, что вашу проблему определяет то, на что вы нацелены и направлены в свою жизнь. Мне кажется, что помощь вашего отца, вашему брату, это не просто помощь, типа я хочу тебе помочь и хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Мне кажется, что помощь вашему брату здесь человек оказывает в том числе потому, что ему нужно реализовать некоторые свои ожидания. И если он не будет помогать своему сыну, вашему брату, то эти ожидания не реализуются. Момент в том, что вы обижаетесь на своего отца, если он давал больше, помогал больших, поскольку, вероятно, вам этого не хватает. Для этого быть хорошим для него. По вашему мнению, быть хорошим. Но быть хорошим для него означает быть такой, какой хочет он, но не быть собой. А обида возникает именно из-за того, что вместо проживания собственной жизни, вы выбираете проживать чужую, своего отца. И отсюда, отец имеет над вами такую власть, которую вы, по факту, сами ему дали. И, соответственно, есть, как мне кажется, два основных направления, в которых вы можете двигаться, чтобы прорабатывать обиду, как вы говорите. Первое направление – это проживание собственной обиды, проговаривание ее высказыванием. А второе – это обращение вашего внимания на свою жизнь и поиск интереса в своей жизни. Сейчас на это вы, по сути дела, внимания не обращаетесь. И обидно, отца занимает у вас очень много времени, очень много сил, очень много внимания требует. Вот. И, соответственно, причиняет вам боль. Понимаете, штука в том, что это нормально. Испытывать какие-то обиды, обижаться – это нормально. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного, например, в том, если бы вы высказали бы своему отцу то, что вас беспокоит и тревожит. Чтобы вы, чтобы вы поговорили с ним об этом. Но, помимо того, что здесь могут быть некоторые трудности, папа может не понять, папа может отнестись к этому своеобразно и так далее. Помимо этого, есть еще и, мне кажется, другая проблема. Что для вас это слишком важно. Вот прям-таки слишком. А отец отреагировать может так, как будто это что-то не стоящее внимания. Если для вас не будет альтернативы в восприятии реакции папы, то ситуация может быть весьма и весьма опечатана. Поэтому необходима альтернатива как раз таки. Необходимо, чтобы она, эта альтернатива, у вас была. Чтобы она была, нужно, нужен интерес. Нужен ваш собственный интерес к вашей жизни. Собственной жизни. Чтобы вы сейчас не хватает, потому что вы заняты, по факту, тем, что обижаетесь на своего папу. Такая вот история здесь. Вот на это, мне кажется, вам и нужно в первую очередь обратить свое внимание. С одной стороны, проживание непосредственных ваших чувств. С другой стороны, поиск интереса к вашей жизни. Формирование вашей жизни так, чтобы она вам была интересна. Чтобы вы чувствовали собственную реализацию. Чтобы вы чувствовали, как вы развиваетесь. Чтобы вы чувствовали, как вы двигаетесь вперед. Чтобы вы чувствовали свою силу, свою значимость. Понимаете? Сейчас этого, на мой взгляд, не происходит. К сожалению. Проработать обиды можно только в процессе психотерапии. Поэтому, я думаю, что если вы действительно хотите это сделать. То вам необходимо заниматься именно психотерапией с психологом. Которого вы можете выбрать на нашем сайте. На этом все. Надеюсь, что вам был интересен и полезен мой ответ. Буду благодарен вам за обратную связь на него. Если вы хотите начать работу над собой, это будет первый шаг. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и разрешения вам всех ваших трудностей.